Всем привет! С вами Давилович и сегодня новый обзор на комплектующие. Сегодня разговариваем про оперативную память. Погнали! Друзья, для тех, кто не знает, оперативная память это временная память вашего компьютера, то есть те данные, которые хранятся непосредственно во время его работы. После того, как вы компьютер выключаете, все данные с памяти просто-напросто стираются. А также в данной памяти хранятся все открытые ваши программы, приложения. То есть если у вас открыто много вкладок, например, в браузере Google Chrome, то за счет того, как быстро вы сможете между ними переключаться, будет как раз и зависеть объем вашей оперативной памяти. То есть все данные во время включенного компьютера хранятся именно там. Вот и мне понадобилась оперативная память уже нового типа. Это DDR4. Сейчас DDR4 выпускается только от 4 гигабайта. Также есть 8 и 16 гигабайт. В каких-то сервенных решениях вы сможете найти DDR4 память и на 32 гигабайта, но это уже очень дорогие решения и вам в простой жизни просто не понадобится. Мне же понадобилась самая недорогая и, собственно, я остановил выбор на память от компании Crucial на 4 гигабайта. Частота у этой памяти 2400, она стоила столько же, как на 2133. И поэтому, я считаю, нет смысла брать память с меньшей частотой. Если вы выбираете какую-то память, допустим, одной модели есть на 2133, на 2400, то я вам рекомендую брать с большей частотой. Итак, почему именно Crucial или Crucial? То есть тут кто как говорит. Поэтому не ругайтесь. Данный брать мною давно известен и мною давно проверен. То есть он проверен не просто в каких-то домашних условиях, а он проверен в плане вообще продаж. Данная память продается очень хорошо и процент брака здесь очень и очень минимальный. То есть это я знаю по специфике своей работы. Возвращается там по гарантии, я не знаю, меньше 1%, там 0-0-0, наверное. Более того, Crucial это у нас дочернее предприятие от компании Micron. А Micron у нас непосредственно производит чипы оперативной памяти, которые, собственно, здесь и есть. Которые и вообще являются самым главным вот на этом куске текстолита. Также Micron выпускает память для твердотельных SSD накопителей. Поэтому компания давно на рынке и делает очень хорошо. Данная память бюджетная. То есть это у нас обычная планка без радиаторов. И поэтому стоит не так дорого. Ее я выбрал только за бренд. Потому что были памяти и подешевле этой. Но там были Адата, которые не делают ни чипы, ни память, вообще ничего, которые заказывают ее. Там также была Патриот, у которой большое количество браков. И бюджетный Патриот я вам не рекомендую покупать. И также там был новый бренд GoodRam. Польский производитель, который точно так же заказывает память где-то в Китае. Клеит свой бренд и продает. На Круцал, я считаю, есть смысл обращать внимание. А если вы не хотите переплачивать за Kingston. Потому что Kingston тоже хорошего качества, но стоит чуть дороже. Гарантия на данную память от магазина мне была дана 10 лет. Хотя производитель дает пожизненную гарантию на свое устройство. Более того, брак здесь хоть и очень низкий, но возможен. Поэтому если вы пришли домой, все правильно ее установили, включаете, у вас не запускается система. И как потом выяснится, у вас не работает память, то это нормальный гарантийный случай. Вы просто приходите, сдаете и вам ее меняют. Но это очень редкий случай. Потому что память, если работает, то она будет работать у вас вечно. Если вы не будете с ней ничего там сверхъестественного делать. Предлагаю перейти сейчас к распаковке. Посмотреть, что в комплекте, в чем поставляется. Установить и посмотреть, как это все делается. А потом подводить итоги. Память поставляется у нас вот в таком вот пластиковом блистере. На лицевой стороне у нас указан объем. Указано то, что это DDR4 2400 МГц. 1,2 В. И тайминги TL17. В принципе, больше ничего особенного здесь нет. Ссылка на сайт про зритель, штрих-код и международная сертификация. Также указано, что это у нас формат UDIM. На обратной стороне, в принципе, ничего нет. Полностью прозрачный пластик. И мы, собственно, видим обратную сторону нашей оперативной памяти. А также хочу отметить, что данная память имеет вот такое вот крепление, чтобы можно было, допустим, перед продажей в магазинах подвесить куда-то данную память. И она защищена от вскрытия. То есть, когда вы вскрываете данный блистер, то все. Больше его уже, так скажем, закрыть так, как он был перед продажей, уже нельзя. Поэтому, друзья, будьте внимательны, если вы заметили что-то не так. Итак, смотрите. То есть, здесь у нас идут две запаянные клетки, которые, собственно, нам и нужно разорвать. Оп. Вот так вот. После того, как вы открываете, вскрываете данную упаковку, вот здесь получаются у нас две такие дырки. И обратно уже сделать так, как было нельзя. То есть, вы всегда увидите и заметите это. Поэтому стоит это иметь в виду. Блистер открывается. Блистер у нас универсальный. Он подходит как для обычной памяти для стенных блоков, так и для памяти SODIMM. Формата, но для ноутбуков. Вот. В принципе, блистер нам не нужен ни для чего. То есть, никакой гарантийный пользование несет. Внутри ничего нет. И поэтому давайте смотреть на нашу планку памяти. На планке памяти у нас имеется 8 чипов. Так как это у нас 4 гигабайта, получается, что каждый чип у нас по 512 мегабайт. И имеется вот такая вот наклеечка. Наклеечку повреждать не стоит, потому что по наклейке именно будут судить в случае гарантии. На обратной стороне у нас никаких чипов нет. И мне, в принципе, это кажется действительно несерьезным. То есть, если рассматривать формат DDR3 памяти, тогда на той памяти, когда не было сзади никаких чипов, ну, мне казалось, как-то это бедно, что ли. И там были какие-нибудь производители такие несерьезные. Да и объем там был гигабайта 2. Теперь на 4 гигабайтной DDR4 памяти чипов сзади тоже нет. На наклейке у нас указан производитель Crucial. Сделано в Китае. И, собственно, модель, объем DDR4, частота, формат UDIM и вольтаж 1.2 вольт. Тайминги 17. А что касается вообще по сравнению с DDR3 памятью, то если мы будем смотреть на нашу память, вот так вот ровно, то у DDR3 памяти вот эта сторона, то есть контактная сторона, просто ровная. Здесь же на DDR4 имеется вот такой вот выступ. Это и есть главное отличие. Также у нас разный ключ, который находится на самой оперативной памяти. Ну и, в принципе, на внешнем осмотре, я думаю, все. Все, теперь давайте установим нашу данную память на материнскую плату. В нашем случае это будет материнская плата компания Gigabyte H110M S2V. Вот. И, собственно, давайте смотреть, как она устанавливается. На плате у нас имеется всего лишь один замок, то есть он находится у нас вот с правой стороны, вот. И по ключу можно определить, как правильно установить память. Вот в данном случае я сейчас память устанавливаю неправильно, то есть и установить у меня ее не получится, потому что она упрется в ключ, который находится на самом разъеме оперативной памяти. Поэтому переворачиваем нашу планку памяти и теперь смело можем ее устанавливать. То есть, с одной стороны до упора, до щелчка, и с другой стороны точно так же. Замок у нас автоматически закроется, и все. Данная память установлена. Можно включать и приступать к работе. Итак, друзья, данная память недорогая, качественная, от хорошего производителя и с хорошей частотой 2400 МГц. Она подойдет к любым процессорам. В принципе, она подойдет на любые материнские платы, где сейчас используется память DDR4. А с DDR4 памятью нет такого, как, например, было с DDR3, когда какие-то планки работали с какими-то процессорами на каких-то материнских платах, а какие-то нет. Тут сейчас все грамотно, все точно, и все будет работать. Я смело рекомендую вам ее к покупке, если вам нужна недорогая память. Поэтому смело бежим в магазин и покупаем ее. Объема 4 ГБ сейчас достаточно для простых задач. Если нужно больше, покупайте 2, либо покупайте большего объема. В моем же случае данную оперативную память я купил для самодельного сетевого хранилища, в котором она будет трудиться и выполнять задачи. От нее многого не требуется, поэтому я не заморачивался на крытки. Объемы 8 ГБ. 4 ГБ вполне достаточно, я думаю, даже излишне. Поэтому будет так, как есть. Ну, а на этом, друзья, все. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Обязательно вступайте в группу ВКонтакте 2 обзора. И до новых встреч. Пока-пока. Кстати, данную память я купил в интернет-магазине OnlineTrade. Ссылка будет под этим видео. Поэтому заходите, смотрите, сравнивайте и покупайте.